Строительством Фрунзенского моста займется компания Стройтрансгаз. СТГ оказался единственным участником аукциона на строительство первой очереди Фрунзенского перехода. В федеральных СМИ компанию прочно увязывают с Геннадием Тимченко и его холдингом Волгогрупп. Стоимость своих услуг за возведение Фрунзенского моста компания обозначила на установленном заказчиком максимуме более 12 миллиардов 810 миллионов рублей. Госдума 15 сентября может рассмотреть вопрос введения моратория на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца 2016 года. Отмечается, что несмотря на введенные правительством России ограничения, рост тарифов на коммунальные услуги в 2015 году в среднем по стране составил 8,3%. Профильный комитет в своем заключении отметил, что поднятый вопрос является актуальным и острым для большой части населения России. Вместе с тем глава комитета Галина Хованская отметила, что плата за коммунальные услуги устанавливается не на федеральном уровне, а на уровне субъектов России, в связи с чем правительство не обладает полномочиями по расчету такой платы. Комитет рекомендовал Нижней Палате не поддерживать обращение. Страны Шенгенской зоны в рамках внедрения в Россию визовой информационной системы изменили порядок обращения за визами в консульские службы и сервисно-визовые центры. Согласно новым правилам, при первом обращении заявитель должен будет прийти лично в консульство или уполномоченный визовый центр для подачи заявления на шенгенскую визу и сбора биометрических данных. Информация о заявителе будет храниться пять лет, стоимость оформления визы не изменится. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно около нуля. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1730 пунктов. В лидерах роста Мечел, Распадская, Сургутнефтегаз, Группы Пик и Эон Россия. Хуже рынка смотрятся бумаги Интеррао, Акрона, РДР Русала и Префа Транснефти, а также акции Яндекса. К открытию торгов в России сложился неоднозначный внешний фон. На рынке черного золота сохраняется давление избыточных поставок со стороны стран ОПЕК. Курс доллара на 16 сентября 67 рублей 15 копеек. Курс евро 75 рублей 90 копеек. Золото стоит 2386 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 98 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 47 долларов 56 центов за баррель. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным.